На этом уроке мы научимся ставить переходы на наши склейки. Я не буду вдаваться в долгие рассуждения на предмет того, что такое переход. Для меня переход это любой эффект, который вы добавляете к прямой склейке, то есть к склейке, где один план просто сменяется на другой. В Final Cut вы найдете огромное количество встроенных переходов, намного больше, чем вы будете использовать в своей работе. Чтобы добавить переход, я отправляюсь в меню эффекты и выбираю видео переходы. Передо мной открываются списки доступных мне переходов, которые сгруппированы в разные папки. К сожалению, сейчас они все мне недоступны, и ни один из них я не могу использовать. Причина очень проста. Посмотрите на таймлайн. Мой плейхед стоит на клипе, но не стоит точно на склейке. При таком положении Final Cut не знает, какой именно склейке я хочу применить переход, поэтому все эффекты мне недоступны. Я возвращаюсь на таймлайн и ставлю плейхед точно на склейку. Теперь все видеопереходы активны, и я могу выбрать любой. Я выбираю самый распространенный, наплыв, и применяю его. При этом переходе один клип плавно растворяется в другом. Обычно его используют как монтажный прием, чтобы показать прошествие времени и смену места событий. Но если нам придется каждый раз проделывать такой путь, чтобы поставить простой переход, то об эффективности работы можно забыть. Есть более короткий путь. Вам нужно встать на нужную склейку и нажать Short Cut. Яблоко, Ти. Стандартный переход. Такой же наплыв, как только что я поставил на предыдущую склейку. Появляется и на этой. Вы помните вкладку эффекты? Я могу поставить нужный мне переход и отсюда. На этот раз я хочу воспользоваться другим переходом. Push. Который выталкивает один план и заменяет его другим. Я просто перетягиваю переход на склейку, и он становится на нее. И вот так. Вот так он выглядит на плейбэке. Чтобы изменить параметры перехода, я кликаю на него дважды, и он открывается в окне исходника. Это бесполезно говорить о параметрах всех переходов. В зависимости от сложности перехода, он может содержать один параметр или десяток. На примере работы с переходом Push вы поймете логику, и в дальнейшем сумеете разобраться с любым нужным вам переходом. По сути, здесь мне доступен только один параметр. Я могу изменить направление, в которое будет вытесняться клип. Я выбираю вытеснение слева. В окне исходника я могу изменить продолжительность перехода. Я просто вытягиваю его. То же самое я могу сделать напрямую на таймлайне, либо кликнуть на переходе правой кнопкой и выбрать продолжительность перехода. Сейчас продолжительность перехода 30 кадров. Вы задумались? Это потому, что мой клип снят в HD. 60 кадров. 30 кадров. Значит полсекунды. Вы можете смело после этого урока отправиться в закладку эффекты и попробовать поэкспериментировать с переходами. Последний момент, про который я вам расскажу, это центр вашего перехода. Нормальная позиция, это когда переход точно располагается в центре склейки. В моем случае, примерно по 15 кадров приходится на конец одного клипа и начало другого. Вы можете изменить это. Для некоторых переходов это может иметь смысл.